Привет! Задумывались ли вы о существовании не только Windows, OS2, ReactOS и Linux, но и о других системах? К примеру, есть такая кооперационная система, которая называется Haiku, нацеленная на двоичную совместимость с операционной системой BOS. В этом видео мы познакомимся с Haiku и установим её на реальный компьютер, выйдем в интернет и посмотрим работу программ. Для начала, я думаю, нужно разобраться, что такое BOS. Данная ОС была создана в 1991 году компанией Bincorporated. Изначально разрабатывалась как базовая ОС для компьютеров BBOX на процессоре PowerPC. К выгодным отличиям BOS от других популярных в творении систем по типу Windows 3X и MS-DOS относят многопоточность, поддержку многопроцессорных архитектур, 64-битную файловую систему, крайне удобный и простой пользовательский интерфейс. После того, как компьютеры BBOX прекратили производиться, BOS перенеслась на процессоры Intel и архитектуру X86. А в 2002 году компания Bincorporated объявила себя банкротом и продала всю свою интеллектуальную собственность фирме Palm за 11 миллионов долларов. И после этого разработка системы прекратилась. Но тут в дело вступило сообщество. Группа энтузиастов пишет бинарно совместимую с BOS операционную систему с открытыми исходными кодами. И системе дали название HaikuOS. Проект был основан в 2001 году Майклом Фибсом, изначально под названием OpenBOS, а в 2004 году уже под нынешним названием HaikuOS. Целью проекта было воссоздать оригинальную BOS 5.0. Эта система не является каким-либо Linux или Unix. Система частично основана на ядре NewOS, которая написана бывшим инженером компании Bincorporated Тревисом Гессельбрехтом. А 14 сентября 2009 года выходит первый выпуск данной системы. На момент снятия данного видео проект находится на стадии бета-тестирования. Третья бета этой системы вышла в июле 2021 года. Конечно же есть и ночные сборки. Скорость разработки вполне впечатляет. Жаль, что некоторые до сих пор не могут выйти в бета-стадию разработки. Ну, не будем о грустном. Для системы требуется всего лишь процессор x86, 128 МБ оперативной памяти и 700 МБ жесткого диска. Система разрабатывается в большинстве только на языке C++ с небольшим количеством кода на ассемблере. Также здесь есть своя файловая система OpenBFS, которая может вмещать, по заявлению разработчиков, 260 ГБ в размере одного файла и 2 эксабайта, а это, заметьте, 2 миллиарда гигабайт на один раздел. Итак, образ системы можно спокойно скачать на официальном сайте проекта. Весит образ всего 710 МБ. Записываем образ на флешку с помощью программы Rufus и вперед к тестированию. Загружаемся с флешки и сразу видим экран загрузки. После него нас сразу встречает окно с выбором языка системы и двумя вариантами – установить систему или же ее все-таки попробовать. Кроме английского, среди языков есть как русский, украинский, японский, китайский и т.д. Даже есть необычные языки по типу эсперанто. Установка системы здесь очень простая – чтение лицензионного соглашения и разметка диска. Все! И да, что касается разметки диска – его нужно сначала подключить к системе и отформатировать файловую систему BOS. Да и само понятие «отформатировать» здесь называется инициализацией. Сама установка системы проходит молниеносно. После установки нам сразу же предлагают перезагрузиться, что мы собственно это и делаем. И после перезагрузки перед нами появляется уже готовая к работе ОС. На рабочем столе есть несколько ярлыков с нашим системным разделом, с документацией по системе, домашней папке, туториалом и гайдом по системе и, собственно, есть корзина. По сути, самая базовая уже присутствует. Но вы меня спросите, а где панель задач, трей и кнопка пуск? А это все находится в правом верхнем углу. Кнопка, на которой нарисовано перо, открывает меню, которое содержит доступ к настройкам рабочего стола, поиску, программам, апплетам, настройкам системы в целом, демо-приложениям, которые показывают возможности системы, выключению компьютера и подключением каких-либо разделов или дисков. Чуть ниже кнопки находится так называемый системный лоток или же трейд, который содержит многофункциональный монитор процессов, просмотр состояния сети, регулировку звука и индикатор текущей раскладки клавиатуры. А еще ниже находится список открытых приложений в системе. Если нажать на какое-либо приложение в списке, оно сразу же покажет список открытых окон приложения и кнопки для закрытия или раскрытия всех окон этого самого приложения. Также в системе можно объединять несколько окон в одно, и они станут вкладками, и вы можете между ними переключаться. По стандарту идет большое количество приложений, которые позволяют выйти в интернет, смотреть почту, разархивировать какой-либо архив, работать с разделами диска, проигрывать в медиафайлы, рисовать, поднимать сервер, выполнять какие-либо команды в терминале, писать в блокноте и так далее. Программ действительно многовато, и рассмотреть все в этом случае не удастся. Демо-приложение позволяет посмотреть на возможности работы системы, как из 3D по типу чайника и создания анимации звездного неба, так и с просто обычными приложениями и играми по типу судоку и часов. Как и Windows и Linux, здесь присутствует система обновлений, которая позволяет держать систему и пакеты в актуальном состоянии. Но здесь это сделано по добровольному желанию и согласию, а не нагло и внезапно, как и Windows 10, к примеру. В системе также присутствует каталог приложений, с которым можно скачать приложения, портированные или созданные для HaikuOS. Я здесь нашел графический редактор крита, медиаплеер VLC, умулятор DOSBOX, программу для скачивания старин-сети Qubit Torrent. Здесь также имеется Telegram и LibreOffice. И при этом они исправно работают. Из браузеров по стандарту можно найти WebPositive, вполне неплохой для легкого серфинга по интернету. Для более увесистого по типу ВКонтакте или YouTube стандартный браузер не очень бодро работает, а нормальных браузерных альтернатив по типу какого-нибудь Firefox или Chameleon пока что нет. Система поддерживает множество файловых систем по типу IntFS, FAT16, FAT32, BTRFS, EXT2 и EXFAT. Но при подключении разделов, которые содержат подобную файловую систему, система нас спрашивает, как подключить этот раздел, и предупреждает, что нужно быть осторожным при подключении такого рода разделов в режим чтения и записи одновременно. Экран загрузки очень интересно сделан. Под логотипом системы находятся 8 иконок в виде прогресс-бара, которые поочередно загораются во время загрузки. Скорее всего, они так обозначают готовность всех модулей системы. Но это сделано креативно. Система в себе содержит еще много увлекательных и интересных вещей, которых мы не рассмотрели в данном ролике. И как по мне, это хороший повод скачать данную ОС и протестировать ее самостоятельно. Распространяется она как и в x86, так и в x86-64. Диск с этой системой когда-то был у одного из работников Microsoft на рабочем столе. В целом, как итог, я могу сказать, что хайку, пусть даже и не так быстро, но очень хорошо развивается. Система очень уникальна как по своему строению и архитектуре, так и по дизайну и стилистике. Спустя 20 лет, эта ОС до сих пор пишется сообществом разработчиков-добровольцев со всего мира. И они не сдаются. Как по мне, сделать систему, которая полностью реконструирует функционал BOS и в некоторых моментах уже даже превосходит оригинал, это огромная работа. Конечно, вы меня спросите, зачем это и кто этим будет пользоваться. А я вам отвечу, что везде и повсюду должны быть какие-либо альтернативы. Не Windows и Linux едины всё-таки. А на этом всё. Если тебе интересно, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.